Одни пришли с конкретной идеей, у других она появилась прямо во время занятий, а третий пока только слушают и записывают. В гуманитарно-коммерческом колледже Владивостока школьники участвуют в бизнес-лаборатории. Ребята получают основные начальные знания о том, что такое бизнес-идея, как от этой бизнес-идеи, собственно, подойти к планированию своего бизнеса, как правильно сделать презентацию того или иного своего бизнес-проекта, чтобы была возможность где-то его уверенно защитить. Бизнес-лабораторию проводят во Владивостоке третий год подряд, в этот раз на весенних каникулах. Каждый день в течение недели ученики старших классов и первокурсники колледжей на 4 часа приходят на предпринимательские занятия. Хочу иметь точку по продаже гавайского мороженого, поскольку это я смогу организовать в ближайшие 2-3 года. Это детский сад, где воспитатели будут носителями языков. Будут группы Япония, Корея, Китай, Америка, Франция и Германия. Бесплатный оператор сотовой связи. То есть это 0 рублей по стране звонки, 0 рублей интернет, 90 гигабайтов на несколько месяцев, потому что это очень много. А за что, собственно, будет выигрывать наша компания? Это то, что, допустим, я звоню своему другу, и пока он не взял, идет вместо гудков или мелодии какая-нибудь реклама какой-нибудь компании. Лекции и мастер-классы проводят профессиональные тренеры и практикующие бизнесмены. Благодаря этому каждый день посвящен конкретной предпринимательской теме. Сегодняшний день у нас секреты делового общения, насколько вы адаптированы к общению в жизни, и как завоевать все-таки публику и отстоять свою точку зрения. Бизнес-лаборатория – это бесплатный проект, но взаимовыгодный для учеников и колледжа. В частности, в образовательном учреждении сейчас как раз проходят дни открытых дверей, и это вполне реальная возможность привлечь новых студентов. Колледжу это интересно, потому что на всех специальностях, которые готовит колледж, у нас присутствует модуль кооперативного дела и предпринимательства. То есть мы уже готовим детей, чтобы они даем фундамент, с которым они, выходя из колледжа, могли бы начать свое дело, свой бизнес. Участие в проекте добровольное, однако, чтобы попасть на эти уроки, школьникам было необходимо оставить предварительную заявку. По итогу третьего образовательного дня у многих слушателей бизнес-уроков сформировались конкретные видения своих будущих проектов. То, что никогда не надо сдаваться, сколько бы у тебя не получалось, все равно стоит еще раз попытаться, и в дальнейшем, возможно, все же выпадет от тобой шанс. Как составлять бизнес-план? И, точнее, составлять план всегда, просто действовать по нему и придерживаться, потому что в голове все это не укладывается. К слову, у организаторов бизнес-лаборатории сегодня даже есть реальная возможность рекомендовать лучшие проекты школьников для дальнейшей реализации их предпринимателями Владивостока. В конце недельного обучения юные предприниматели представят на суд жюри свои бизнес-проекты. Школьника самой интересной и реалистичной идеей поощрят путевкой в детский центр «Океан». Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.